Добрый день, дорогие друзья. У нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. И у нас сегодня в студии проректор Казанского федерального университета по внешним связям Тимирхан Булатович Алишев. Здравствуйте, Тимирхан Булатович. Добрый день. Тимирхан Булатович, мы сегодня продолжим наш разговор, который состоялся два месяца назад. И назывался он «Международная деятельность Казанского федерального университета в новых внешнеполитических условиях». Условия не изменились, они по-прежнему новые. Деятельность идет. И сейчас состоялся целый цикл мероприятий, связанных как раз по вашей линии, по внешней линии, международной деятельности Казанского федерального университета. И я хотел бы с вами о них поговорить. И в первую очередь это открытие филиала в Джизаке, в Узбекистане, где вы присутствовали. И дальше мы пойдем по тем странам, в которых вы побывали, и представители Казанского федерального университета побывали, с деловыми, научными и прочими связями в последнее время. Спасибо. Ну, в Джизаке мы не просто присутствовали, мы, по сути, там организовывали открытие, да, и готовили его не только в самом Джизаке в Узбекистане, но и здесь, в Российской Федерации, в городе Казань, у нас в университете. То есть, надо сказать, что действительно мероприятие было очень торжественное с участием президента Республики Татарстан. И во многом благодаря его поддержке, поддержке правительства Республики Татарстан, были завязаны связи, которые привели к открытию филиала. И были изданы те нормативно-правовые документы в самом Узбекистане, которые позволили этот филиал открыть. Ну, надо сказать, что Республика Татарстан, мы знаем, в целом очень хорошо взаимодействует с Республикой Узбекистан. Более того, президент нашей республики встречается и имеет личное отношение с президентом Республики Узбекистан. Безусловно, это помогает, поддерживает и наше взаимодействие на уровне образования. Хотя надо отметить, что количество узбекских ребят, которые поступают в нашу университету, постепенно снижается. Мы, может быть, подробно потом об этом поговорим, почему это происходит. Но открытие филиала состоялось, и это действительно большой учебный корпус. Второй корпус сейчас находится на этапе строительства, еще к реконструкции. Завершается реконструкция общежития. Я думаю, в течение двух недель она будет тоже уже готова на 384 места. Ну и где-то порядка 360 ребят мы ожидаем как контингент. Это первый и второй курс. Второй курс у нас тоже будет, потому что на первый курс принимала одна из партнерских организаций наших в Джизаки. И они переводятся на второй курс уже в наш филиал. Поэтому лицензия у нас на образовательную деятельность получена. Деятельность эта отлицензирована. Соответственно, назначен директор филиала страны нашего университета. Это Марат Вузулович Умаров, который тоже уже приступил к своей деятельности в Джизаке. И сегодня активно идет процесс по подбору кадров, педагогических кадров, по формированию уже расписаний конкретных, формированию баз практик. И я думаю, что задача, которая была поставлена 31 октября, начало регулярного учебного процесса, я уверен, что эта задача будет выполнена. И мы начнем успешный учебный процесс. Конечно, основной задачей, которая стоит, это окончательно формирование технической базы, это четкое определение с кадровым составом, и это обеспечение качества. То есть в целом организация учебного процесса на высоком уровне. Дело в том, что из тех программ, которые будут реализованы, 4 – это медицинские программы. И, безусловно, сейчас наш институт фундаментальной медицины и биологии озабочен, и совершенно верно озабочен, вопросом качества, вопросом уровня подготовки специалистов, потому что мы должны понимать уровень ответственности, который перед нами стоит. Поэтому уверен, что совместными усилиями мы все эти задачи решим. Тем более, что есть хорошая политическая поддержка, поддержка страны ректора нашего университета. И, безусловно, такой уровень поддержки со стороны президента, со стороны министра образования Узбекистана, который тоже присутствовал, со стороны ректора нашего университета, гарантирует, наверное, нам успех в этом начинании. Это же первый международный филиал, зарубежный филиал Казанского фигурального университета, да? Я бы сказал так, что это вообще первый филиал, который... Вот я хотел спросить, другие вузы России представлены в Узбекистане своими филиалами? Ну, я, начиная с первого вопроса, значит, действительно, это вообще первый филиал, который университет в инициативном порядке создает. То есть, вы помните, когда образовывался федеральный университет, мы даже отказывались от ряда филиалов, а теперь мы идем, как время собирать камни, время их разбрасывать. Но я бы назвал это тоже собиранием камней, потому что мы концентрируем усилия в Узбекистане в одном месте. И в этом смысле филиал в Узбекистане – это для нас очень важный шаг для нашего университета, потому что мы впервые получаем площадку такого уровня за пределами Российской Федерации. Я хочу сказать, что филиалы есть, если вы мне задаете этот вопрос. Он фактически уже там порядка 14 филиалов российских вузов работает в Республике Узбекистан. Создавались они в разное время. Работают они с разной степенью успешности, скажем так. Но надо сказать, что нет ни одного филиала вуза за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. То есть все вузы, которые создавали филиалы – это вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Впервые вуз за пределами Москвы и Санкт-Петербурга фактически создает филиал в Республике Узбекистана. Когда вы готовились к открытию в Джизаке филиала, вы же смотрели филиалы, которые других московских и птических вузов, которые работают в этой стране. Что вам там? На какие филиалы вы обратили внимание? Что в них понравилось? И чем наш филиал отличается от других филиалов, других российских вузов? Ну, скажем так, что я могу перечислить несколько, по крайней мере, университетов, которые сейчас достаточно успешно работают. Это, например, МИСИС, который имеет свой филиал в Алмалыке и создавался филиал при поддержке Алишера Бурхановича Усманова и его Алмалыкского горно-метрологического комбината. Есть очень неплохой филиал, который был создан год назад у Российского химико-технологического университета имени Менделеева, который работает с узбекской организацией «Узбек Химия Саната». То есть это нефтехимический холдинг, который там есть. Есть Губкинский университет, который работает с «Узбекнефтегазом» и так далее. То есть есть серия таких хороших филиалов, которые создавались. Есть филиалы в меньшей степени успешности, скажем так, которые работают в большей степени на изучение коммерческой выгоды, прибыли, которые в меньшей степени пользуются поддержкой, скажем так, правительства Республики Узбекистан. Ну, я не буду их называть, такие тоже присутствуют. Есть ВУЗы, у которых есть приказ о создании филиала, есть лицензия, но фактически образовательная деятельность там не ведется. Такие тоже есть. К сожалению, есть ряд из 15, которые я сейчас сказал, из 15 ВУЗов, есть ряд ВУЗов, которые закрывают свои филиалы, потому что просто не смогли реализовать более-менее успешную модель функционирования. Чем отличается наш филиал? Я думаю, что он во многом, нам удалось во многом, наверное, преодолеть и не допустить ряд ошибок, которые были допущены ранее при создании других филиалов, в том числе связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, с документарным обеспечением образовательного процесса. Кроме того, наш филиал, конечно, пользуется очень серьезной поддержкой стороны руководства Республики Узбекистан, политической поддержкой. Я сказал, что нет, наверное, месяца, когда бы в него не приезжал либо министр, либо замминистра образования Узбекистана. Прямо на объект, где шел ремонт. И в ближайшее время мы ждем на объекте президента Республики Узбекистана Шавкат Мироновича Мерзиоя. Он планирует посетить на следующей неделе Джизакскую область, которая является родиной действующего президента. То есть, условно говоря, это как у нас бы в Геницабинском районе открыли, или в Актаныше, да? Да. Была определенная лояльность, высокая степень лояльность. Я бы назвал даже это не столько лояльностью, сколько необходимостью, большой ответственностью, скажем так, которая на нас ложится в связи с этим. Поскольку, значит, среди ребят, которые поступили в этом году в нам филиал на основе конкурса, показали хорошие знания, есть в том числе ребята, которые являются детьми, скажем так, высокопоставленных чиновников, при этом показали еще раз хорошие результаты, но мы не знали об этом. То есть, они сдавали конкурс, сдавали экзамены наряду с остальными. И это, безусловно, ответственность за учебный процесс, за качество учебного процесса, который должен быть выстроен. И мы не должны, безусловно, как бы, что значит, посрамить республику Татарстан и гордый бренд звания Казанского федерального университета. Потому что такие риски существуют всегда, когда мы начинаем какое-то новое предприятие. И вот это такая большая ответственность, которая у нас ложится. Вот вы, когда говорили о филиалах других вузов, в частности, нефтехимическое имя Менделеева и прочих, Вот, скажите, филиальная политика российских вузов, она подразумевает создание там научно-исследовательских баз? Или это исключительно такая образовательная схема? Да. Безусловно, наука является важной составной частью этого процесса. Более того, есть ряд направлений, по которым мы работаем. С одной стороны, есть Министерство инноваций Республики Узбекистан, с которым у нас подписано соответствующее соглашение. О сотрудничестве даже два договора. В соответствии с этими договорами, например, в мае-июне к нам приезжало порядка 20 проекторов по науке вузов Республики Узбекистан. Они проходили у нас стажировки в наших институтах. И они финансируют, в том числе, научную деятельность. У нас есть договоренность о том, что инициативы сотрудников филиала Казанского университета в части научной работы будут поддержаны в случае их высокого уровня и востребованности со стороны Министерства инноваций. Это первое. Второе. В соответствии с постановлением президента Узбекистана, мы должны будем создавать, в том числе, научно-исследовательские лаборатории на базе филиала. Направление сейчас мы определяем, по которому мы пойдем. Но такие лаборатории должны быть созданы в течение текущего и следующего годов. Мы, наверное, думаем, что это будет связано с геологией и нефтегазом. Это будет связано с медицинскими исследованиями, в том числе, поскольку медицинский блок достаточно большой. Кроме того, есть идеи проведения научных конференций на базе филиала, в том числе, связанных с математикой. Екатерина Александровна Турилова, которая тоже была на церемонии открытия, как раз эту идею поддержала. И, безусловно, я уверен, что Институт математики и механики будет в этом смысле ресурсной базой для проведения этого мероприятия на базе филиала нашего в Джизеке. Но и есть идеи проведения научных конференций в сфере медицинских и геологических исследований. Я думаю, что со временем это случится. Есть также предложения по астрономическим направлениям. Дело в том, что рядом с Джизаком находятся горы, и там есть обсерватории, в том числе, обсерватории советского времени, которые в свое время принадлежали Академии наук Советского Союза, которые вполне можно тоже задействовать в исследовательском процессе. Поэтому там, на самом деле, очень много перспектив и возможностей. Там благоприятный климат, там есть хорошая база, я имею в виду в том числе и гостиничная, и туристическая. Сколько вот этих городов, там и горнолыжные курорты есть, в целом курортная зона практически на границе с Джизакистаном, в части езды от филиала. То есть это место, которое может привлекать, в том числе, ученых со всего мира, для того, чтобы там организовывать хорошие конференции. Сами узбеки называют это место узбекской Швейцарии, потому что, действительно, такой ландшафт очень похожий на западноевропейскую страну. Ну, ни одним Джизаком, как бы, жив Казанский федеральный университет в своей международной деятельности. Я знаю, что у вас был, ну, целый такой цикл поездок, да, по странам ближнего и дальнего зарубежья. Средняя Азия, Иран, и что еще? И какой целью, что вы там видели, что, интересно, мы можем предложить им, а не нам? Ну, давайте тогда продолжим. Вот, действительно, до поездки, до открытия филиала мы также были в Иране. Вы его упомянули. Это страна, в которой мы в этом году были уже два раза. Поездки у нас первая была в июне месяце. Это, собственно, крайне состоялось буквально несколько, буквально две недели назад. Ездили мы туда с несколькими целями, но первая, самая важная, была связана с открытием подготовительного факультета на базе партнерской организации в Тегеране. Эта сетевая программа подготовительного факультета, она позволяет ребятам, которые хотят поступать в Казанский университет, в течение первого семестра оставаться у себя в Иране, в Тегеране, для того, чтобы изучать русский язык, как иностранный. На второй семестр, когда пойдет уже предметная специализация, они приедут сюда к нам на подготовительный факультет и продолжат у нас обучение. Тем самым мы снижаем для них издержки, связанные с первым годом. Они могут находиться у себя на родине, у себя дома и ходить на занятия с понедельника по пятницу, условно, с 9 утра до 4 дня. Они учатся по нашей программе. Там есть наши преподаватели, которых мы рекрутировали в Иране. Это носители русского языка, которые прошли соответствующую программу повышения квалификации, переподготовки по русскому, как иностранному. Соответственно, они по нашим программам и нашим учебникам, которые мы тоже отправили, на базе нашей цифровой платформы «Студерус» по изучению русского, как иностранного, они будут обучаться в течение вот этого семестра. Учебный процесс уже начался, порядка 50 ребят уже набрали. И мы ожидаем, что в феврале они приедут уже сюда, на территорию Российской Федерации, для того, чтобы готовиться и дальше сдавать вступительные испытания. Мы обсуждали также вопросы, связанные с организацией тестирования русского, как иностранного в Иране. Это тоже тема очень интересная, потому что много ребят выбирают Россию в целом для поступления. Но с недавних времен есть обязательное требование в Иране, что если абитуриент хочет обучаться в российском ВУЗе, то он должен предъявить сертификат на знание русского, как иностранного, на уровне ниже, чем А2 по международной степени владения языками. И, соответственно, такое тестирование они ранее могли проходить только на территории Российской Федерации, открыв свой центр там. И мы надеемся, что мы сделаем это до конца ноября. Мы определили партнерский университет. Это один из ведущих гуманитарных университетов Тегерана. Университет Аламе-Таба-Табаи, который как раз специализируется на филологии и лингвистике, языка знаний. На его базе будет открываться такой вот сертификационный центр. Соответственно, проект соглашения уже подготовлен и прошел необходимый этап согласования. Тоже достаточно интересный проект. Еще одна тема, которая развивается у нас со времен прежней поездки, это тема, связанная с сотрудничеством в нефтегазовых технологиях. Мы посещали университет Шахида Бехэшти, ректор которого был у нас в июне месяце. И мы были у него в том же июне месяце, в этом университете. Мы планируем реализовать совместный проект по созданию исследовательского центра Казанского университета, университета Шахида Бехэшти в сфере нефтегазовых технологий. Соответствующее соглашение тоже подготовлено. И уровень ответственности тоже определен каждой из сторон. Тоже тема очень интересная. Есть еще ряд направлений работы по медицинской тематике, по той же нефтегазовым технологиям. Есть еще два университета, с которыми мы работаем. Университет Амир Кабир, университет Шариф, это всемирно известные инженерные университеты, которые работают в Тегеране. Они очень хорошо представлены в международных рейтингах. Есть направление по научным исследованиям, с научно-исследовательскими институтами Ирана, которые тоже у нас постепенно реализуются. То есть с Ираном мы постепенно наращиваем обороты работы. Я думаю, что в течение года-двух лет мы выйдем действительно на очень хорошие результаты. И тем более мы видим, какое количество ребят из Ирана сейчас приезжает сюда, в Россию и конкретно к нам в университет. Мы сейчас становимся вторым по численности иранской диаспоры студенческой в России университетом. Это уже цифры, которые достигают 800 ребят, которые обучаются у нас. Они прежде всего выбирают медицинские направления, но в то же время есть определенные интересы к нефтегазу среди них. Поэтому мы, понимая, что есть запрос, надо приходить в Иран и работать в том числе и там. Я не могу не задать этот вопрос. Вы были в Иране в то время, когда там, и возможно до сих пор продолжается, просто это не так видно сейчас в средствах массовой информации, там были волнения. Там были волнения политические, ну, с очень серьезными политическими лозунгами, по сути. И студенчество на выступало, но, соответственно, по сообщению СМИ, как такая наиболее активная сила, которая поддерживала эти волнения, в общем, активно на них участвовала, с самыми радикальными политическими лозунгами. Вы видели там, присутствовали, какая там атмосфера? Что говорят иранцы? О чем думают? Ну, прежде всего, это действительно такое молодежное движение, я бы сказал, и прежде всего женское. Дело в том, что если вы углубитесь в первую причину, как бы этих, скажем так, волнений, она связана с тем, что одна из молодых девушек, которая не полностью покрыла волосы, была местной полиции нравов, привезена в отдел Министерства внутренних дел, где после определенного контакта или взаимодействия с сотрудниками этих органов, она, к сожалению, попала на больничную койку, и после этого, к сожалению, она скончалась. Действительно, волнения были связаны с тем, что были предположения, что, возможно, были какие-то физические воздействия в ее адрес предприняты, но, по крайней мере, та информация, которая доступна нам, она говорит о том, что у девушки действительно было плохое здоровье, и сам факт того, что она была задержана, и, к сожалению, то, что на нее действительно оказывали какое-то моральное воздействие, привело к тому, что он летально закончился этот период. Ну, это история, естественно, повод. Это повод. Далее, действительно, девушки, которые, ну, как бы ее подруги, потом уже независимые, как бы, сообщества женские, они начали выходить на улицу и действительно говорили о том, что необходима демократизация, возможно, отношений в целом к женщинам, к вопросам, связанным с там, с их одеждой, скажем так, и вообще отношением к ним в целом, да, хотя при этом стоит отметить, что, по крайней мере, наше пребывание показало, что вообще женский пол находится в привилегированном положении, прямо скажем, в Иране, имеют очень серьезные права, возможности, в том числе воздействия на мужчин, в целом, в рамках семейных отношений в том числе. Я думаю, что в скором времени действительно сойдет на нет, вот, волнение, но при этом определенные шаги в сторону демократизации будут предприняты. Я делаю такие выводы по итогам, скажем так, диалогов, бесед с проректорами ряда университетов, с кем мы общались, которые достаточно глубоко вхожи, как бы, в кабинетах власти. Они говорят о том, что есть мнение, что действительно необходимо постепенно демократизация в обществе. Я думаю, что она постепенно будет проходить в течение этого периода времени. Как ответ на вот этот запрос, скажем так. Интересно, интересное ваше замечание, наблюдение. Вот вы упомянули о том, что из Ирана студенты, молодые люди, в общем, есть интерес к Казахскому федеральному университету, к Казахскому федеральному университету, этот интерес проявляется, ну, в качестве студентов, которые сюда идут, уже 800 человек с Ирана, это очень приличная цифра. И вы упомянули, что с Узбекистаном поток уменьшился, например, студентов. Вот почему с Узбекистаном уменьшился, вы обещали мне об этом сказать, на ваше наблюдение. И динамика вот зарубежных связей по линии именно студенчества, вот что сейчас можно сказать? Есть какие-то отличия? Есть ли какие-то тенденции, которые вот сейчас можно наблюдать? Ну, если говорить об Узбекистане, то речь скорее идет о увеличении предложений в этой стране. То есть появляется вот наш пример, нашего филиала. Это плюс, допустим, 300 мест на первом курсе. Собственно, таких филиалов, таких вузов новых открывается достаточно много. Одним своим постановлением, например, Шевказмир Романович открыл 10 педагогических университетов в этом году. Понятно, что там есть прием определенный, это ребята, которые ранее могли выезжать на территорию Российской Федерации, других стран, но в этот раз они остаются в этом году. И далее они будут оставаться уже на территории Республики Узбекистан. Конечно, вопрос к качеству этого образования в новых вузах, это сложно и так далее. Но в то же время, вот эти движения, скажем так, они приводят к тому, что ребят все меньше и меньше выбирают как бы зарубежные вузы в пользу отечественного образования. Это первый момент. Второй момент связан, конечно, с сложностями, связан с конкурентоспособностью российских образовательных программ. Я сейчас говорю даже не о качестве, а о финансовых вопросах. Укрепление рубля очень серьезно сказалось на конкурентоспособности российских вузов в текущем году, потому что цены выросли фактически в два раза на стоимость обучения. В переводе на местные валюты, переводе на конвенциональные валюты, скажем так, которым пользуются. Поэтому это тоже сказывается определенным образом на вот этом балансе, скажем так. Ребята из Ирана, ну, медицинское образование, оно всегда было дорогим, и на самом деле родители, которые отправляют своих ребят, своих детей, это обеспеченные родители. Поэтому для них такие колебания не столь существенны. А все-таки ребята из Убекистана учились у нас на разных программах, и, кстати, не так много было на медицинских, они учились больше на гуманитарных направлениях, более дешевых, может быть, даже в некотором смысле. И для них вот это было особенно чувствительно, вот это колебание. Поэтому ребят из Убекистана чуть меньше. Но ребята из Убекистана, мы в этом году видим восстановление вот этого уровня позапрошлого, 19-го года до пандемийного, потому что 20-21-го года действительно был очень такой непростой для ребят, потому что они не могли оплатить обучение, не могли выехать из страны по причинам национальной политики в этой сфере, более жесткого карантина, скажем так. Сейчас более или менее восстанавливаются отношения у нас, и логистика стала проще. Появились рейсы. Долгое время Казань был вообще единственным городом, куда летали самолеты из Ашхабада. Сейчас в Казань летает три рейса в неделю. В Москву до сих пор два, насколько я знаю, в Тянь-Петербург один. Казань до сих пор остается таким крупнейшим хабом для граждан Туркменистана, которые приезжают в Российскую Федерацию. И, конечно, это благотворно сказывается на студенческой мобильности. Ребята просто могут приехать. Ну и буквально недавно, я отмечу, у нас достаточно большая делегация ездила в Туркменистан, это на научную конференцию, и Институт управления экономикой, финансовой, психологии, образования, Институт фундаментальной медицины и биологии. Очень хорошо приняли, и наши коллеги договорились о дальнейшем сотрудничестве. Вы знаете, что Туркменистан такая страна в некотором смысле сложная для взаимодействия, потому что есть определенные ограничения на государственном уровне. В то же время, очень благоприятные у нас отношения с республикой Татарстан, с нашим регионом. Поэтому, благодаря в том числе хорошему отношению между лидерами нашей республики, руководством республики Туркменистан, у нас складываются такие благоприятные взаимодействия в сфере образования. Новый президент молодой Туркменистана, как-то это вот... По Узбекистану было видно, когда с приходом нового президента там открытие пошло, политические какие-то очень интересные подвижки, в том числе мы видим в вузовском, в линии вузовского обучения и политики. Туркменистане что-то подобное замечали? Замечается? Намечается ли? Ну, мне сложно говорить, намечается ли. По вашим ощущениям, от контактов? Ну, мы видим, что интерес есть. Как бы интерес есть в взаимодействии. Мы надеемся, что действительно такое открытие может быть и случится. Хотя надо сказать, что это все зависит от национальной политики, от национальных интересов той или иной страны, как они видят свое будущее, как они видят свое развитие. Я думаю, что у Туркменистана замечательное будущее, и современности будущее. Я думаю, что страна будет развиваться с новым лидером еще лучше. Вы посещали Казахстан ближайшую недавно? Там же очень интересный проект, потенциально очень интересный проект, еще связанный с развитием филиалов. Возможно, какие-то подвижки есть. Возможно, какие-то интересные встречи с теми людьми, которые со стороны Казахстана поддерживали эту идею. Действительно, вы помните, был февраль месяц, и президент республики, Касанджи Маркемельевич Такаев приезжал в Российскую Федерацию, и единственным городом, который он еще посетил, был город Казань, а также Челны, Нижнекамск. Одним днем он посетил республику Тарсан, все наши крупнейшие центры. Почему это было сделано? Потому что в настоящее время в Казахстане не прошу прощения, реализуется вот этими нашими крупнейшими предприятиями инвестиционные проекты. Это строительство двух заводов КАМАЗов в Кастанайской области, это строительство шинного завода Татнефтью, то есть это проекты, которые сегодня идут. И как только КАМАЗ зашел в Кастанай, как только были объявлены планы о строительстве двух заводов, сразу же поехали туда руководство, вот Махмуд Мазуч Ганиев, руководитель нашего Челнинского филиала. И они сразу же договорились о совместных сетевых образовательных программах с местными вузами по тем программам, которые будут необходимы для управления заводами, которые там строятся. Ребята, которые сейчас на сетевых программах учатся, они проходят практику в Набежных Челнах на КАМАЗе, и, соответственно, по окончанию обучения они приступят к работе на этих предприятиях. Это хороший пример выхода на рынок предприятия и поддержка его со стороны образовательной организации. Таких примеров немного, но они очень эффективно работают. И вот когда мы, кстати, с вами говорили о джизакском филиале, я, может быть, упустил. Дело в том, что в феврале до этого, например, Республика Тарстан открыла филиал технопарка Химград в городе Черчик, это Ташкентская область. И президенту Республики было дано поручение, чтобы филиал этого технопарка химического был открыт сейчас в джизаке. Соответственно, вот тоже, если этот проект будет реализован, это пример, когда наш филиал будет непосредственно работать с предприятиями из Республики Татарстан, которые будут локализованы в этом технопарке в джизаке. Ну, не только из Республики, на самом деле, со всей России, из других стран. Там просто налоговые льготы. То есть, вот такие вот проекты нас очень интересуют. Если вы говорите о филиале, то когда президент Касанжи Маркемельевич был здесь, он проговорил о том, что и в Москве до этого он проговорил о том, что заинтересован в открытии филиалов университетов России в Казахстане. И уже в настоящее время открылись филиалы МИФИ и Губкинского университета. И также обсуждался вопрос открытия филиала Казанского федерального университета. В качестве локализации был выбран город Шымкент на юге Казахстана, близко границы как раз с Узбекистаном. Очень населенный район, такой интересный с точки зрения процессов, которые там происходят, экономического роста, который там сейчас идет. Там расположен в том числе один из университетов наших партнеров, Южно-Казахстанский государственный университет, один из крупнейших вузов, вообще крупнейший по численности контингента вуз Казахстана, который действительно выразил готовность оказать нам поддержку в открытии этого филиала. В настоящее время вопрос прорабатывается с Министерством высшего образования Узбекистана. У них, к сожалению, в августе, может, и к счастью, тоже произошло разделение Министерства на Министерство просвещения, Министерство науки высшего образования с идентичными названиями с нашими министерствами. И вот, к сожалению, у них сейчас там идет этот процесс формирования новых министерств. Я думаю, что где-то к ноябрю мы вернемся к дискуссии с нашими коллегами относительно того, как мы дальше будем в этом направлении двигаться. Но надо понимать, что открытие любого филиала, еще раз говорю, это очень большая ответственность, это очень большие усилия. Это как рождение ребенка. Честное слово. Я часто этот пример привожу. И рождение ребенка это всегда большие усилия, которые мама, папа должны предпринять. Для этого в том числе это как бы ты отдаешь часть себя по большому счету. Мы можем дать раз в год, наверное, может быть раз в два года, но интенсивно и каждый год там формировать филиалы это неправильно. Мы должны все-таки брать проект, реализовывать его до конца, доводить до высокого уровня качества, операционной деятельности в том числе. И далее, наверное, уже двигаться вперед. Поэтому мы не торопимся, мы идем планово в соответствии с теми задачами, которые перед нами стоят. Безусловно, если со стороны Казахстана, со стороны наших партнеров будут предложения в дальнейшей работе, мы их продолжим, эти дискуссии продолжим. В то же время хочу сказать, что в Шенкенте есть и партнерские организации, то есть предприятия, которые заинтересованы, есть инвесторы, которые заинтересованы в создании этого филиала. Но, безусловно, в основном нужна политическая отмашка, политическая поддержка. Там, если она будет до конца уже получена, тогда мы, наверное, будем двигаться в этом направлении. Раскроете нам еще географию ваших поездок в последнее время. О чем мы сейчас... Еще один проект, который достаточно интересен. Мы сейчас работаем с Турцией. Тоже тема, которая нам кажется достаточно интересной. Вы знаете, например, что у нас в университете разработана платформа, я уже кратко о ней говорил сегодня, платформа, цифровая платформа изучения русского как иностранного. Она называется Studerus. Платформа, которую мы создавали и в МИД вместе создавалась под факом в течение последних лет, потом и ФМК тоже приключился к этому процессу. Она предполагает такое LMS, Learning Management System, что называется, систему управления обучением с контентом, с видеоуроками, с интерактивом, который позволяет изучать русский язык. И в настоящее время мы договорились с рядом университетом, что они эту платформу будут использовать для обучения бакалавров. Вот есть в Корее, например, в том же Иране бакалавры, которые изучают русский как иностранный в качестве своей основной специализации. Также, как у нас изучают английские бакалавры, как филологи или лингвисты. Также у них есть в Иране, например, шесть кафедр русского языка в разных узах. Они тоже изучают русский язык в качестве основной специализации. И они будут, например, нашу платформу использовать в качестве основной для обучения. И мы буквально в понедельник, на следующей неделе. Правда, в записи, наверное, найдете. Я не знаю, когда это будет. Ничего страшного. То есть в понедельник будет подписание. В ближайшее время у нас будет подписание договора с Анкарским университетом об использовании нашей системы в подготовке их бакалавров. Тоже достаточно интересный проект, который мы в настоящее время реализуем. Что мы делаем еще? В ноябре достаточно важное событие будет в Казанском университете. Это научный форум, форум молодых ученых стран Организации исламского сотрудничества. Вы знаете, что Казань в этом году была выбрана в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества. По линии Минмолодежи Республики реализуется большое количество мероприятий с участием президента, с участием глав правительств стран ОИС. Это большое количество всех собственных исламских стран мира входит в эту организацию. И вот в ноябре мы будем проводить этот большой форум на базе нашего университета по четырем основным секциям, связанных с медициной, урбанистикой, образованием и геологией, и нефтегазом. Вот это мероприятие мы будем проводить, кажется нам очень важным, потому что ребята приедут более чем из 25 стран мира на это событие и будут рассказывать о том, какие исследования проводят. Молодые ученые от 18 до 35 лет приедут к нам на пакетчике на 4 дня. Мы будем с ними этим вопросом и заниматься. Еще одно направление, которым мы сейчас занимаемся, это тема, связанная с, конкретно нас интересует Пакистан. Мы планируем туда поездку уже вот в ноябре этого года. Пакистан большая, по честному селению страна, одна из крупнейших в мире. Пока нами не до конца освоены, скажем так. И вот мне кажется, это тоже одно из направлений. Мы планируем участие в выставке и ряд встреч. Там, в том числе, с организацией Комсеха, подписание с ними соглашения о вхождении нашего университета в эту организацию. Комсеха – это фактически организация университетов и исследовательских центров при организации исламского сотрудничества. То есть вузы и научно-исследовательские организации стран организации исламского сотрудничества входят в эту организацию и организуют студенческую и научно-исследовательскую мобильность среди университетов вот этих стран. Мы официально будем подписывать договор о вхождении в эту ассоциацию. Мы первый российский университет, который будет входить, потому что Россия до сих пор еще не член ОИС. Она пока наблюдатель только этой организации. В то же время мы нам дали право войти на полных основаниях в эту ассоциацию. Мы будем ее членами. Это действительно здорово. И до конца года к нам уже приедут первые ученые. Мы договорились по линии Института учительной математики и информационных технологий, которые начнут у нас работать. В данном случае с Пакистана, например, к нам приедут молодые ребята. Это еще одно направление. Ну, впереди нас ждет Самаркандский форум, кстати, ректоров вузов России и Узбекистана. 26-27 октября, в котором будет подписан ряд соглашений, в том числе, например, о создании центра Каюма-Насыри на территории Национального университета Узбекистана. Будет открыт центр научно-образовательный татарский. Ну, там же диаспора в Узбекистане еще сохранилась. Очень большая диаспора. Кстати, в Джазаке, в Джазарской области, проживает порядка 7 тысяч татар. Во всем Узбекистане, по минимальным оценкам, около 300 тысяч татар в настоящее время живет. И этот центр будет открыт. И перекрестно планируется создание на базе Института филологии и межкультурной коммуникации научно-образовательного центра Мирзуа Лукбека по узбекскому языку и узбекской культуре. Тоже достаточно интересный такой вот сотрудничество проекта. Ну, у нас еще будут поездки в Азербайджан в скором времени, в Баку. Тоже там будет проводиться выставка. Тоже наши коллеги туда поедут. Не я, но наши сотрудники, которые будут представлять наш университет в Азербайджане. Но это вот по крупному. Безусловно, наши коллеги, наши институты очень активно проводят свою деятельность. Будут еще впереди достаточно интересные поездки. Тим Михаил Булатович, я не могу задать вам вопроса еще одного, который меня интересует. Вот вы сейчас по нескольким странам ехали, да, и дальнего, и ближнего зарубежья. И в связи с тем, что у нас сейчас в России есть определенная нервозность, связанная с событиями на Украине, с участием там военных действий, которые там происходят в России. И мир-то разделился в оценках. Да, и не везде мы видим поддержку России в качестве, ну, вот в этом деле. Это чувствуется? Как-то вы почувствовали, что вот наш невроз, он как бы там отражается? А вы знаете, как сказать, во время нашей поездки весной, вот сразу после 24 февраля, мы приняли решение о том, что нам надо поехать и возобновить, скажем, уверение в готовности в дальнейшем сотрудничать и работать. Прежде всего, конечно, по тем странам, которые определили свою позицию как дружественную по отношению к Российской Федерации. И на первых этапах мы, конечно, встречали некоторые недопонимания позиций. Но вот сегодня, когда мы приезжаем, когда мы разговариваем, этот вопрос уже не является первичным. То есть сегодня мы продолжаем диалог в сфере образования, в сфере культуры, научного сотрудничества. И вот это вне политики, скажем так, для нас. И мы всегда говорим об этом. Мы приехали сюда не обсуждать какие-то политические вопросы. Мы приехали не для того, чтобы продолжать то взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования, науки и культуры, которое складывалось у нас годами. Безусловно, когда заходит вопрос, беседа на эти темы, мы разъясняем позицию университета и Российской Федерации по данным вопросам. В то же время еще раз хочу сказать, что мы стараемся несколько дистанцироваться от этого и прежде всего говорить об образовании, о будущем поколении, о том, что мы должны поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения между нашими странами. В зависимости от того, как мы сегодня построим образовательный процесс, наше образовательное сотрудничество будет зависеть будущее наших взаимоотношений между Российской Федерацией и данными странами. И, безусловно, этот интерес всегда первостепенен, он давляет над всем остальным текущим и приходящим, скажем так. Потому что ситуация, которая складывается сейчас, я думаю, что через некоторое время мы, конечно, будем о них вспоминать, но она уйдет в прошлое. В то же время те решения, которые мы сегодня принимаем о прекращении или продолжении сотрудничества, они будут сказываться и иметь гораздо более длительный эффект. Поэтому сегодня важно ни от чего не отказываться, поддерживать все отношения, которые у нас есть, и складывались, и, я думаю, будут еще складываться, и двигаться дальше. Это наша основная позиция. Вот когда вы описывали географию контактов Казанского федерального университета последнего времени, суровые обстоятельства подталкивают, ну, очевидно, уже подталкивают нас вот этот такой глобальный юг. Иран, Пакистан, Иран, Турция, Средняя Азия страны. Вот как бы локализовано в этой зоне интерес Казанского федерального университета и его международная деятельность, по вашим словам. Какие-то другие направления появились. И, говоря вот об этой зоне, которая локализована сейчас интерес, мы там упустили две страны, которые, возможно, тоже как-то Казанский университет. Вот в последнее время какие-то были взаимоотношения, контакты. Это Таджикистан и Киргизия. Вот на две части, вопрос в двух частях, что называется. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что мы просто с вами говорили об этих странах, поскольку туда были визиты. Я бы еще отметил Китай и вообще часть Юго-Восточной Азии, в том числе, например, Вьетнам и Латинскую Америку. Потому что вот, несмотря ни на что, Колумбия, Эквадор – это страны, которые до сих пор представляют нам достаточно большое количество ребят. В этом году порядка сотни из Колумбии к нам поступило. Это далеко, но они сюда едут. И это действительно говорит о востребованности, качестве образования, о том, что не знает Казанский университет. Мы даже думали на будущий год открывать подготовительный факультет Латинской Америки, потому что интерес присутствует. Это как в проброс. Китай пока, к сожалению, закрыт. Ряд провинций закрыты в связи с жесткими ограничениями. Но мы надеемся, что с Китаем у нас тоже получится двинуться дальше. Есть несколько идей, проектов, которые мы должны будем реализовать, я думаю, с Китаем, в том числе партнерские, связанные с совместными программами, открытие, возможно, наших каких-то центров, не центров, но каких-то подразделений на территории Китайской Народной Республики. Если говорить о Таджикистане и о Киргизии, то, конечно, если сравнивать их с Казахстаном, Узбекистаном, уровень сотрудничества чуть менее интенсивный. Из Киргизии к нам достаточно активно едут. И вы знаете, что в последнее время мы тоже налаживали, активно возобновляли, где-то создавали новые отношения в этой республике. Там мы же такие как бы прагматично смотрим на эти отношения иногда. Киргизия все-таки страна с небольшим населением, с небольшой долей молодого населения и достаточно хорошей обеспеченностью, кстати, системы высшего образования. Я имею в виду емкость в целом достаточно неплохая. Бюджета там, конечно, немного бюджетных мест, но контрактные места там присутствуют. Контракт недорогой относительно Российской Федерации. И уровень платежеспособности, конечно, киргизского населения несколько меньше, чем, например, в Узбекистане. Поэтому Киргизия в целом нам, конечно, интересно. Вот сейчас в эти дни там находятся, например, делегации Лабужского института. Они взаимодействуют с Ташкентским отделом образования по вопросам стажировок. Ташкентским или Бишкекским? Прошу прощения. И они взаимодействуют с Бишкекским управлением образования по вопросам организации стажировок учителей города Бишкека в Елабуге в течение этого года, следующего года. Это, кстати, то договоренность, которая была достигнута по итогам прошлогоднего визита делегации университета в город Бишкек. И сейчас это возобновляется. Есть ряд предложений по организации сетевых программ, но пока они не полетели, что называется. По ряду причин, в том числе по вопросу цены, стоимости этих проектов. С Таджикистаном пока не шло таких предметных разговоров, хотя ребята из Таджикистана к нам едут. Но Таджикистан и Киргизия в основном к нам приезжают по линии Россотрудничества, по линии квот, которые Россотрудничество предоставляет. И они, прежде всего, ориентированы на вот эту сферу. Я хочу сказать, что в этом году сфера вообще квот и представление квот взаимодействия с Россотрудничеством будет расширено. Вообще количество квот увеличивается в этом году, в следующем году будет увеличено. Поэтому, я думаю, все больше и больше ребят из этих стран будет иметь возможность приехать к нам. Более того, есть ряд квот, который будет предоставляться самим университетам по итогам Олимпиад, которые мы будем проводить. Вот в этом году уже эти Олимпиады скоро времени начинаются. И ребята, в том числе, из этих стран смогут участвовать, побеждать и на бюджетной основе поступать в нашу университет. Скажем так, страны глобального запада, большого запада, в которых включают и Японию. Вот сейчас уже какие-то... Сегодня, кстати, Швейцарии заявили о том, что они хотят, чтобы вывести из-под санкции научные контакты, межвызовские контакты с Россией. Там есть какие-то подвижки? Что сейчас происходит? Или забор выше-выше? Ну, надо сказать, что в случае Швейцарии это, скорее всего, связано с ЦЕРНом, который действительно на регулярной основе привлекал научных исследований, молодых ученых, в том числе, из Российской Федерации. И даже из Казанской Федеральной Университетов, которые ездили, да, ребята. Поэтому они действительно чувствуют этот дефицит. Тут вопрос уже политический, насколько нам это нужно сейчас, в настоящее время. Но я думаю, что правильное решение будет принято. Если говорить о европейских, американских университетах, то надо сказать, что индивидуальную мобильность никто не отменял. То есть европейские университеты до сих пор принимают, я не говорю, не в Казанском даже Федеральном Университете, а в целом молодых ученых, студентов из российских университетов, но делают это на уровне индивидуальной мобильности. То есть индивидуальной договоренности университета с конкретным физическим лицом. Если ранее мы делали это в рамках совместных сетевых иных программ двойных дипломов, и было это на основе взаимоотношений, скажем так, двух юридических лиц, то есть Казанский университет, плюс какой-либо из европейских университетов, то в настоящее время все это спущено на уровень конкретного студента, скажем так. Ну, я понимаю, да. То есть те студенты, которые ранее должны были приезжать, например, в Великобританию или Финляндию, на основе договоров между двумя университетами, сегодня ездят и получают тот же контент, то есть та же программа реализуется, но уже в рамках взаимоотношений Европейского университета с конкретным студентом. Ну, я понимаю, да. И уровень, вот эта интенсивность, на самом деле, она, конечно, чуть снижена, снизилась, но скажу так, что до сих пор поездки эти организуются, группа ребят выезжает, возвращается обратно, и вот те договоренности, наверное, которые были взяты нашими европейскими коллегами в рамках наших совместных программ ранее, они реализованы. То есть нет ни одного, наверное, университета, который бы сказал, нет, все, до свидания. Мы не будем с вами продолжать взаимодействовать по совместным программам. Заключительный вопрос. Михаил Владимирович, вот по вашим личным ощущениям, какое из направлений международной деятельности Казанского федерального университета сегодня вас наибольше вдохновляет? Вы видите наибольший потенциал, куда вам интереснее вкладывать силу, энергию свою? Вы знаете, меня вдохновляет, наверное, в том числе работа не только с образованием, но и с наукой. То есть вот если мы действительно хорошо продвинулись в сфере интернационализации образования, один из ведущих в России университетов в этой сфере, то меня очень вдохновляет и интересуют проекты в сфере науки, экспорта технологий, взаимодействие с работодателями. То есть если мы сможем правильно выстроить систему не просто экспорта образовательных услуг, программ, а связка образования работодатель за рубежом, если мы сможем там присутствовать и в отличном взаимодействии с местными предприятиями, выходить с российсереспубликанскими или с российскими предприятиями на зарубежные рынки более активно. Вот такие проекты уже комплексные, их реализовывать гораздо более интересно, потому что они дают синалитический эффект. Если говорить о месте приложения вашего вдохновения, то это Узбекистан, правильно понимаю? Ну, это один из примеров. Есть Казахстан, в принципе, и я думаю, что со временем может быть и Иран. Есть, кстати, пример еще другой страны, Египет, которую мы тоже не обсуждали пока. Тоже тема, которая у нас бередит нашу душу, скажем так, потому что есть договор с одним из крупных очень инвесторов, и планируется поездка в Каир в конце ноября, руководство нашего университета. И мы надеемся, что проект все-таки на будущий год будет реализован. И там тоже пример такого взаимодействия с хорошим крупным инвестором. То есть это не просто вузы какие-то, с которыми мы работаем, хоть при всем уважении к университетам, к хорошим университетам Египта. Но это такой частный бизнес, который заинтересован в работе с университетом. И вот такие проекты, когда есть такая заинтересованность, в том числе из стран инвесторов, она действительно интересна. Потому что это говорит о том, что университет способен предложить, в том числе, успешный бизнес-проект. Не только благо для конкретных семей, физических лиц, но это может быть интересно с точки зрения взаимодействия с бизнесом. Ну что ж, Тимурхан Булатович, время нашей программы подходит к концу. Я попрощаюсь с нашими гостями. Перед этим я еще раз представлю нашего гостя. Это проектор Казанского федерального университета по внешним связям Альша Тимурхан Булатович. Я ведущий журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Всего доброго. Продолжение следует...